МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая Алтынарду, так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране. Особое внимание премьер уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы. Около третьей объема внешней торговли Казахстана приходится на долю Евросоюза. За 2022 год объем товарооборота превысил показатель 2021 года, более чем на 27%. Об этом пишет лидер. ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана с общим объемом прямых инвестиций более 160 миллиардов долларов. За 9 месяцев прошлого года приток европейских инвестиций вырос на 10% и превысил 8 миллиардов долларов. В Казахстане также успешно работают более 3000 компаний с участием европейского капитала. Это рекордные цифры с момента выхода Великобритании из состава ЕС. Динамичный рост продолжается и в текущем году. На сегодняшний день уже имеются краткосрочные договоренности с крупными компаниями Великобритании, Литвы, Дании, Чехии, либо об открытии нового производства в Казахстане, либо о переносе их региональных офисов, заявил замминистра иностранных дел Роман Василенко. По его словам, Казахстан остается единственной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и его членами государствами. При этом Казахстан в прошлом году запустил сотрудничество в таких новых для нас областях, как рыдкоземельные металлы, зеленый водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров. Правсоюзы Южной Кореи раскритиковали идею ввести 69-часовую рабочую неделю. Власти заявили, что это поможет решить проблему сокращения рабочей силы из-за стареющего населения. Однако активисты назвали инициативу токсичной, указав, что идеи новой администрации отстали от жизни, пишет Financial Times. С 2018 года в Южной Корее действует система организации рабочей недели, которая включает 40 часов обычной и 12 часов сверхурочной работы. Консервативная администрация Юнсок Йолев, вступившего в должность в мае прошлого года, хочет изменить систему. По плану работники смогут сами составлять свой график, но максимальное число часов вырастет с 52 до 69. «Мы сможем решить такие серьезные социальные проблемы, как быстрое старение населения и низкая рождаемость, предоставив женщинам возможность более гибкого выбора рабочего времени», пояснил министр труда Ли Джун Сик. Идею поддержали и бизнес-ассоциации, отметив, что она позволит руководству и работникам повышать эффективность за счет выбора рабочего времени, пишет газета. В свою очередь представитель Федерации Корейских профсоюзов заявил, что правительство принуждает рабочих к очень долгим и интенсивным переработкам. Новому президенту в этом вопросе противостоит и главная оппозиционная партия страны, демократическая партия Табуру. Ранее она заявляла, что намерена блокировать инициативу в парламенте, сославшись на высокую распространенность производственных травм и смертей из-за чрезмерной работы. Археологи обнаружили 570 древних гробниц в городе Сан-Ман-Ся в провинции Хэнань. По данным Института культурных реликвий и археологии, все древние захоронения располагались на территории кладбища Шанчжоу-Чен на западе города, раскопки которого велись с сентября 2021 по сентябрь 2022 года, сообщает Синьхуа. Археологи извлекли из гробниц более 3000 единиц погребальных предметов, включая бронзовые треножники, горшки и тарелки. Примечательно, что впервые с момента основания города были найдены три комплекта бронзовых колокольчиков периода Джанго. Среди древних гробниц 228 относятся к периоду Чунцю, рассказали сотрудники Института Яньфэй. Там добавили, что вся планировка кладбища хорошо сохранилась, что дает ценные археологические данные для изучения устройства мезохранений и социально-политических изменений в этот период в западной части провинции Ханань.